все впечатления на табло мы понимали до игры и сами понимали и ребятам говорили что факел после трех поражений будет совершенно другой будет более мотивированный более злой нам дали по ушам в том числе и прежде всего мне потому что хозяева выставили 5 свежих футболистов мы же пошли по пути не стали ломать рушить то еще зыбкое состояние сыгранности которая появилась первых трех турах и в чем-то наверное прогадали но нет дело не только в свежести которые предъявила нам факел наверное все таки они можно сказать больше хотели равнодушия понятно у нас не было безответственности не было но вот это большее желание добиться первой победы наверно сыграла решающую роль в этом матче пожалуйста вопрос колоссальное количество ошибок сегодня было с обеих сторон ну если так процентном соотношении 40-60 факел чуть меньше у вас чуть чуть больше это что погода повлияло или бремя лидерство мы еще не лидеры это раз были нам нужно научиться держать удар держать уровень игры преодолевать максимальное сопротивление соперника тогда можно будет говорить о каких-то лидерах думаю что сказалось жара жара и долго привыкали поле жестковатая от рода трава зажевывает мяч никак не могли увеличить силу темп паса темп взаимодействие в общем-то выглядели медленно и большое количество брака с вами согласен задачи как какие-то в сезоне перед вами стоят и как обычно играть и радость болельщик у нас еще не было встречи с руководством города области где озвучены были бы задачи наверное их нужно озвучивать как я считаю после 8 10 минимум 8 10 туров посмотреть на что способна команда но чем плоха задача максимально стремится занять более высокое место играть каждом матче на победу я не вижу в этом ничего плохого будем стремиться к этому пожалуйста еще сандр михайлович в первых турах одним из лучших на поле был и шхан героя сегодня же в первом тайме его буквально выкачивать заборей был у него один момент но это скорее вопреки как случилось что скажете про эту полу шхан очень прилично выложился в предыдущих трех матчах возможно недовосстановился к этой игре и надо было это предвидеть мне сегодня у него игра не получилась в силу опять же наверное усталости вернее не усталости а не смог выйти на оптимальное свое состояние а я ему и в этом видимо не помог к вопросу продолжения задачи в прошлом году в прошлом сезоне ска хабаровская наверное показал своим примером что не обладая какими-то звездными игроками можно выходить в премьер-лигу ну и можно сказать достойно играть показывает приличный футбол радует болельщику а побывав там опять захотеть вернуться для таких команд как наш факел машине кирослав может быть это пример пусть даже на сезон примером может быть но вы несколько заблуждаетесь насчет скажем условий хабаровска финансирование и состава а так вообще почему бы нет пример возможно еще есть вопрос спасибо большое пользуясь случаем хотел бы через вас не знаю вижу сейчас не увижу поздравить коллегу игоря повинность днем рождения и пожелать ему успехов в работе сей васич поздравляем с победой и просим ваших первых комментариев взаимно и вас также с победой ночью скрывать однозначно наверное это в общем-то лучшая наша игра во всех отношениях вот такая цельная сбалансированная приятно то что сыграли в обороне на 0 вот как бы этого нам не хватало потому что предыдущие игры в общем то мы такие пропускали будем так говорить даже в какой-то степени такие курьезные мячи вот сегодня прямо это очень порадовало что сыграли на ноль ну и в общем то и считаю что и в атакующих действиях в общем то присутствовали там индивидуальное мастерство какого-то отдельного футболиста в общем то проглядывались командные взаимодействия вот которые в общем то привели вот к этим забитым мячам